Сегодня я закопчу и зажарю на углях свиной бок с острым соусом. Итак, начали. Если у нас есть замечательный свиной бок с ребрами и со шкурой, то мы можем сделать это. Так, для начала мы должны узнать, какой у него вес, чтобы правильно засолить. Так, кладем на весы 2,2 кг. Значит, мы должны добавить 1,1,1% соли. То есть 22-24 грамма. Соль должна быть нейтритная для засолы колбасы. От этого будет и вкус, и цвет лучше. Следующий шаг. Готовим смесь для втирания. Это будет барбекю-смесь. 2 столовых ложки, пол чайной ложки черного перца. 2 столовых ложки горчицы. Пару чайных ложек кориандра и 1 чайную ложку хлопьев перца. Все как следует перемешиваем и отставляем. Теперь нарезаем имбиря довольно-таки много, примерно 3-4 см и несколько головок чеснока. Режем крупно. И теперь мы должны удалить вот эту пленочку со внутренней стороны ребр. Она нам только будет мешаться. Ее можно использовать для варки бульона. Сдираем и выкидываем ее. Ну или откладываем на потом. И теперь проверяем, нет ли каких костей. И если все нормально, то делаем надрезы через шкуру. С одной стороны, чтобы их отметить, ребра. И теперь начинаем прорезать вдоль шкуры, через жир. Но мясо стараемся не прорезать. Если ножик острый, то это очень легко сделать. А если ножик тупой, то придется помучиться. Поэтому лучше все-таки его заточить заранее. Когда все нарезали, мы должны подготовить клинкфилм для заворачивания. Но перед тем, как завернуть, мы должны втереть соль во все стороны. Особенно в мясо. В шкуру втирать не надо. Мы должны аккуратно просолить все части, чтобы она быстрее просолилась. Потом нужно во все щели, которые мы просолили, добавить чеснок с имбирем. Так, аккуратно запихиваем. Но внутрь мяса класть я бы не стал. Хотя некоторые и кладут. А потом обтереть нашей смесью для мариновки. Также равномерно со всех сторон. Работа очень грязная, поэтому лучше, конечно, использовать перчатки. Но можно и так. И когда мы все обсыпали, обмазали, обтерли, вставили наш чеснок с имбирем, мы заворачиваем в клинкфилм и убираем в холодильник на пару дней, чтобы оно все просолилось. После как минимум двух дней ожидания мы можем начинать готовить. Режем большое количество имбиря, много лука. Я люблю большой испанский. Одной луковицы будет достаточно. И пару головок чеснока. Когда все порезано, чистить не надо. То мы берем хорошую фольгу, раскладываем большую часть лука вниз с имбирем и чесноком. И кладем наше мясо ребрами вниз, а шкурой наверх. А вот дальше на шкуру очень обязательно нужно положить лук. Ну и немножко чеснока, конечно же. Чтобы фольга не могла коснуться шкуры. Потому что если она будет касаться, она прилипнет. И когда мы все разложили, заворачиваем в фольгу. И все готово для копчения. Берем какие-нибудь чипсы для копчения, например, хикорик. Заворачиваем их в маленькие фольговые пакетики. Такие конвертики. И накалываем этот конверт, чтобы дым мог выходить из них. И теперь разжигаем на слабый уголь. Лучше всего использовать брикеты, потому что он горит немножко медленнее. Кладем решетку. Кладем наши опилки для копчения. На решетку кладем наше мясо завернутое и накрываем подносом. И это должно коптиться 2-3 часа. Регулярно проверяем. И если видно, что дым перестал идти, то меняем брикетики с нашими опилками. Или стружками. Так, старые выкидываем. Потому что они уже сгорели. А новые кладем. Если хочется более сильный копченый аромат, то можно подсыпать сверху стружек. Это даст хороший эффект. Но это, на мой взгляд, просто перевод. Так вот, можно чуть-чуть подсыпать. Оно загорится, задымит. Мне тоже будет хорошо. И опять накрываем тазом или подносом и ждем. Ну а пока ждем, можно натереть имбиря в мантиметрах 3. Чтобы получилась примерно чайная ложка имбиря. Потом давим чеснок. Тоже примерно столовую ложечку. Добавляем барбекю соуса. Пару столовых ложек. Туда же отправляем пару столовых ложек кетчупа. Столовую ложку горчицы. Что еще можно добавить? Ну, можно немножко добавить терияки соуса. Или еще в каком-нибудь пропитке соуса. На ваш вкус. Можно еще острого перца накрошить. Все перемешиваем и начинаем следующий этап. Достаем наши ребрышки, которые хорошо прокоптились и размякли на пару в собственном соку. Вот, кстати, здесь хорошо видно, там где фольга касалась, там она прилипает и отодрать ее довольно-таки трудно. Вот. Именно для этого, ну а также для вкусу нужен лук и чеснок. Выкидываем лук, чеснок. Снимаем всю фольгу и вынимаем наши ребра. Так. Очищаем от овощей, они нам уже не нужны. И кости можно выдернуть и выкинуть. Они нам только мешаться будут в данном случае. Это легко сделать руками, если не очень горячая, конечно. Вот. Удаляем все оставшиеся кости, они нам не нужны тут. И режем по нашим засечкам мясо на дольки. Это очень легко, если ножик острый. Если ножик тупой, то мясо может раздавиться и превратиться в кашу. Потому что оно настолько нежное и сочное, что очень держит с трудом форму. Поэтому резать нужно очень-очень аккуратно. Ну а теперь раскаляем угли и выкладываем наши слайсики мяса на решетку. У меня хорошая чугунная решетка для этого. И жарим до тех пор, пока оно не начнет так вот подрумяниваться или даже, можно сказать, обугливаться. Потому что жар сильный, а мясо уже сготовлено, оно будет сразу обугливаться. Вот можно посмотреть, как красиво кипит жир. Очень вкусно. И когда оно с двух сторон обжарилось, обмазываем как следует соусом. Стараясь промазывать все выступы. Промазав соусом, переворачиваем. И сразу начинаем смазывать соусом опять. Вот. И когда все смазано, нужно переворачивать очень быстро, потому что сладкий соус горит очень и очень быстро. Но это же дает очень хороший вкус. Когда все прожарилось, можно снимать с огня. Если кажется, что немножко не дожарилось, можно оставить на еще чуть-чуть времени пожарить. Ну и еще разок смазать соусом. Это не возбраняется, будет только лучше. Ну а теперь все. Кладем на тарелку, режем и наслаждаемся результатом. А результат, уверяю я вас, будет шикарный. Очень нежное и сочное мясо, хороший копченый аромат, приятный запах жарки и соус создают шикарную комбинацию. Приятного аппетита! Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и ждите новых интересных видео. До встречи!